Мастер Фиде Роман Гешов 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 Партия Мастер Фиде Роман Гешов 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 съедать. Конечно же, не ладьей. Иначе мы походим в ладья b8 и пешка a превратится в ферзя. Надо съедать именно слоном. Тогда теряется конь. f2. Ладья f3. Ша. Король отходит. Ставит ферзя. И здесь есть ход c5. Король должен отходить. И слон f1. Теряется ферзь. И у белых здесь выигранная позиция. С такой-то проходной пешкой a7. Но в партии было сыграно b4 h4 c4. Промедление. Черные надвигают пешку h вперед. c5 ша. Король отходит. Ладья b8. Хотя за белых был очень сильный ход слон c6. Идея простая. Во-первых, мы контролируем вот эту всю диагональ. Контролируем поле h1, куда идет вражеская пешка. Ну и пешку f, конечно, мы тоже контролируем. Также смотрим в сторону ладьи. Например, рассмотрим ход h2. Самый правильный. Ладья h1. Ладья g1 шаг. Король должен отходить. И здесь черным, конечно, надо найти вот такой вот ход, как f3. Съедаем. Ладья g3. Здесь лучше всего за белых съесть пешку на h2. Ладья f3. c6. У белых 4 пешки за 2 фигуры. Но черные легко делают ничего. Повторение ходов. Итак, вернемся к партии. В партии была сыграна ладья b8. Съели пешку на h7. Ладья g8. Напали на слона. Угрожаем его съесть и поставить ферзя. Поэтому надо слоном отходить. d8 ферзь. Слон съедает. И мы ладья g4. Слон идет обратно на f6. Ладья g6. Ладья напала на слона. Надо его уводить. Ладья b4 шаг. Король a2. Позиция безумно сложная. У белых лишнее качество. Но король находится в очень опасном положении. Здесь требуется очень грамотная игра. со стороны белых. Конь c2. Ладья отходит на c1. Конь d4. Напали на слона. Здесь за белых можно было сыграть слон g4. Напали на пешку. Взяли под контроль поля f5 e6. Пешка должна идти вперед. Иначе она потеряется. Ладья e1 шаг. Король отходит на d5. И теряется слон на f6. И у белых лишнее ладья. Пешки постепенно. f4 h2. Все потеряются. Белые должны реализовывать эту партию. Тем не менее был сыгран слон d3. Черные играют ладья a4 шаг. Король отходит. Конь b3. Напали на ладью. Ладья отходит с шагом. Но король уходит на d5. В грозу сейчас ладья a1 теряется ладья, которая стоит на e1. Поэтому белые освобождают первый ряд. Король c2. Конь d4 шаг. И здесь белый делает серьезную ошибку. Надо сказать, что Владимир Крамовик в это время был в жутком цейтноте. Поэтому не мудрено, что здесь в таких осложнениях он смог запутаться. Надо было сыграть король c1. На ход конь f3 идет ладья d1 шаг. Ладья a1. Шаг, извиняюсь. Ладья d1. И на ход ладья a1 шаг. Очень важно запомнить эту позицию. Мы в данном случае можем закрыться слоном. И на слон d4 c6 равная позиция. Хотя конечно позиция безумно сложная и требует еще очень точных ходов. Теперь смотрим как было в партии. В партии пошли король b1. Последовало также конь f3. Ладья также идет на d1. Шаг и здесь мы закрыться не можем. Нечем. Король должен отказить. Ладья d1. Если съесть эту ладью, то пешка пойдет на h2 и на ладья h6 слон h4. Прикрыли линию h и следующим ходом черная превращается в ферзя. Белые сыграли слон h6. Но а здесь уже дело техники. Ладья d2 шаг король отходит слон b2 шаг король отходит черные съедают пешку на c5 слон b7 конь e5 напали на ладью ладья должна отходить f3 ладья f5 и черные спокойно двигают пешку вперед. Белые сдались они без фигуры без двух пеш эти пешки пройдут сейчас к ферзи их не остановить. Вот такая вот вышла очень интересная партия четвертого тура. Мы будем конечно следить за ходом событий. Подписывайтесь обязательно на мой канал. По поводу остальных партий кто обратил внимание я выложил еще партию Корякин Аронян если вам интересно было посмотреть за этим противостоянием то посмотрите пройдите по ссылке я ее кину в описании и можете посмотреть эту партию целиком. А так по итогам четырех туров у нас стал единоличный лидер Фабиано Коруана у него три очка из четырех второе и третье место делят Владимир Крамник и Шахрияр Медяров два с половиной очка дальше четвертое по шестое место делят Дин Лежень Ливон Аронян и Александр Грищук по два очка и на последнем седьмом и восьмом месте расположились Сергей Корякин и Вес Лесо всего лишь одно очко на этом все до новых встреч всем пока и восьмом